Ирина Николаевна, добрый день. Добрый. Что значит расфокусировать свое внимание? Да это ж очень просто. Вот заходите в магазин, как построены все торговые центры, как построены все центральные улицы, особенно туристических каких-то городов, там где поселков, куда вы приезжаете. Там все рассчитано на то, чтобы фокус внимания человека никогда не собирался в прямую линию. Огромные рекламы, огромное количество вынесенных в кафе на улицу, огромные аниматоров там куча, огромные яркие какие-то стенды, бегающие люди полуголые. И когда вы особенно еще не в знакомом месте или в большом торговом центре, там все яркое, там все блещет, там все кричит, все возьми меня, купи меня, самые лучшие скидки, цифры пишут, допустим, любую от балды и от нее там минус 10 тысяч. Да, у человека по празднице сразу возникает, вот как отрицание живут, классно. И никогда не фокусируется внимание, что это вдруг вот эта вот кофточка или там какой-то костюмчик стоил условно 100 тысяч, а сейчас его продают там с 50% скидкой. Человек не может так быстро ориентироваться, у него фокус, особенно у мужчины, такой направленный, такой как стрела, вот фокус внимания. Вот есть задача, я к ней иду, желательно по прямой линии. А расфокусировка это все яркое, как, знаете, как вот, ну вот как те вороны, которые он показывает все и светит. И хочется схватить все пуговочки, все костюмчики, все флакончики, все вот все, что там ярко светится и кричит. Это чисто маркетинг для потребителя. И долго-долго вот такая вспышечная система обращения на себя внимания. Все. Ну и вкусная еда, конечно, запахи еда, это обязательно история. Красивые девушки, молодые мужчины. И вот это все так красиво, солнце, пляж, яркость, свет, анимационное сопровождение. И естественно человек все, что у него есть, он выбрасывает, приходит домой, и начинается состояние аффекта, потому что хотел просто, не знаю, там, купить шлепанцы для того, чтобы дома ходить, мусор выносить. Вот она расфокусировка внимания. Почему? Если вы не понимаете, зачем вы куда-то идете, если вы не можете это проговорить, не можете начертить, не можете обосновать цена-качество, ну тогда вы будете вечным потребителем, и у вас будет раздрай, у вас будет бесконечная внутренняя опустошенность, и непонятно из-за чего будете злиться, агрессировать, а это естественная защита на то, что опять не случилось так, как я хочу. Так вот надо начинать с того, что вы хотите, а потом четко прописать, или хотя бы увидеть структурно, а вы сможете это сегодня сделать, это действительно для вас нужно, или кто-то вам что-то сказал. Принуждение, как понукание, рекламных акций, там, последняя черная пятница, теперь белая черная пятница, там, доллар будет столько, это все манипулятивные техники понукания для того, чтобы вот хомячок, которыми нас с вами все считают, без конца был в состоянии такого драйва, надо где-то что-то успеть, надо где-то в САЛДПе это был дефицит, а сейчас это наоборот, надо быстро-быстро-быстро-быстро, потому что точно завтра будет ужас. Учитесь информацию дозировать, раз, и запомните основное правило по жизни, то та информация, которая вам действительно нужна, которая для вас жизненно важна, необходима, она всегда вами будет услышана в силу очень серьезного внутреннего механизма бессознательного как самосохранения, она всегда будет услышана и всегда вами будет обработана. И почему люди говорят, шел-шел, начал спотыкаться, или опоздал, или не дошел, или что-то потерял, это вот из той стерии, вам туда не нужно. Но это так красиво преподносится, или эзотерически, или магически, или еще там как-то. И человек, условно считающий себя интеллектуалом, или развитым, или атеистом, противоположность работающая, он просто этим пренебрегает, что и обретает пресловутые последствия, и не понимает, что же произошло. Тело наше заточено на то, чтобы сохранить самое себя. Вот учитесь к этому прислушиваться. Если оно спотыкается, если оно не обувается, если оно просыпает, к этому есть какая-то причина вовне. Учитесь эти причины читать. Все, что вы видите там, где вы находитесь, это пресловутое ваше сознание, это ваша территория, это ваша матрица, это ваши последствия, тех или иных поступков, решений, действий, которые вы обрели на сегодня. Если вас это не устраивает, значит, нужно очень корректно, очень конкретно, последовательно начинать это все исправлять. Не в мыслях, а как структурная система изменений. Вот так это работает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 И принятое решение есть все возможности. При таком раскладе никогда не сможете любить себя, потому что страх потери этого человека вас обязательно включит к нему в зависимости. Вы это будете делать молча, обманывая, но он это будет считать, что он для вас счастье. Вот это называется урок, который мы в страдании, в отчаянии, в обсуждении с подругами годами вспоминаем. годами. Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!